Теперь я возьму другой лист бумаги и нарисую что-нибудь несложное при помощи сначала карандашика. Потом сделаю в виду линером, простым, самым вот таким вот черным линером. И уже подключу вот этот мягкий серый, такой стального цвета карандаш пастельный. Итак, сейчас я сделаю легкий набросочек. И уже буду обводить линером. Большое внимание уделяется очень точной подаче линии. Линия не должна пересекаться с другими линиями, идти на перерез и все элементы должны быть показаны. Например, вот у вас закончился элемент и дальше уже пойдет ваш ствол, который обязательно всегда расширяется к низу, либо если он коротенький, делается одинаково. Одинаково. Да. 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 вот такие воздушные колокольчики и закрытые колокольчики также могут быть участниками нашей такой интересной задумки покажем разнообразные прожилки на наших листочках на самом деле здесь всегда очень большое количество придумок которых можно придумать и добавить свое творчество и так сейчас я беру цветные карандашики и буду раскрашивать наши цветочки если у вас карандаш заточенный вы кладите его бочком и он будет очень хорошо у вас тонировать не старайтесь сразу рисовать очень ярко есть очень важно и нажим и моторика вашей руки чтобы не было рваных движений поэтому занятия с графикой с простыми карандашами необычайно успокаивает если какой-то посложнее работу я могу выполнять несколько этапов то занятия с цветными карандашами это всегда быстрый набросок и быстрое завершение какой-то своей задумки и это как раз освобождает от всех каких-то негативных мыслей и хочется всегда довести свою работу до завершения не не откладывая на потом по цветовому решению такому которые мы я рассказываю на своих курсах этому уделяю я большое внимание очень важно подбирать цветовые оттенки можно делать очень нежные цветы как в данном случае я выбрал их для того нежными чтобы вам добавить серий серенькие тени а серые тени максимально хорошо смотрится именно на холодных участках холодные оттенки для стебельков для листочков сначала я закрашу все одним цветом а потом добавлю оттеночные другие тени сейчас мы видим что наша вся работа она как бы в одной цветовой гамме она одинакова по цветовой характеристики здесь нету ярких оттенков все очень нежно и одинаково теперь я буду добавлять уже холодный зеленый цвет который намного ярче который будет более оттенять наши эффектные колокольчики не обязательно рисовать графики вот те цветы которые мы видим это могут быть те цветочки которые вам нравятся по памяти а также если вы будете развивать свою художественную память вы сможете из всего многообразие внести свою палитру те цветы которые вам намного больше по душе потому что кто-то любит очень округлые формы а кому-то по сердцу заостренные такие как лепестки у махровой ромашки у звездчатых георгин и все эти типы они должны быть очень гармоничны но вот меня часто спрашивают разве в холодной работе не участвует теплые оттенки участвует но они не главные поэтому я беру травянистую зеленый оттенок карандаша и начинаю добавлять акцент на именно им чтобы он тоже нам добавил какой-то интересной истории обратить внимание белых цветов то есть белых пропусков на листочках нету карандаши у меня мягкие это так называемые карандаши на масляной основе сейчас их богатейший выбор на каждом перед каждым курсом по графике мы даем ссылки вы можете купить самостоятельно эти карандаши или заказать их на известных порталах чем они хороши тем что они очень мягкие то есть я рисовала все в полсилу а сейчас делаю уже акценты которые добавляют нам и веса листика и не дают нам и и не дают нам равновесия мы сейчас нарушаем равновесие и вот в таком виде посмотрите у нас уже видно что цветы а цветам не хватает немножко яркости вот сейчас мы добавим эту яркость можно добавить еще другого оттенка желательно чтобы у вас была широкая линейка цветов но пока вы начинаете вы можете использовать абсолютно любые цвета имеет цвету любые карандаши свое время помню в детстве чтобы карандаши были намного ярче мы их смачивали слюной с детьми и рисовали пожирнее поярче сейчас это делать не нужно потому что пигменты в карандашах очень мягкие и оттенки получается максимально выразительными немножко добавим еще другого оттенка и будем переходить к теням что зарядка видимо не хватает сейчас белый шнур такая штриховка она убаюкивает а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Если у вас есть нарушение композиции, то графика уже будет страдать от этого Нужно обязательно знать приемы композиции Приходить учиться на курсах у меня, где я тщательно об этом показываю, рассказываю перед каждым уроком Показываю, как строится композиция листа для декоративной графики Если с первой работе я показала с одной стороны теневые части и растяжки То в этой работе я сделала со всех сторон Где-то побольше, где-то поменьше Если вам это будет интересно, мы с вами такие эфирчики продолжим Итак, друзья, я завершила свое знакомство Мы с вами нарисовали две работы Одну мы нарисовали серу с растяжкой и сиреневыми оттенками внутри Если вам хочется, вы можете сделать, добавить какой-то оттенок поярче Обратите внимание, пастельные карандаши Они универсальны тем, что прямо один карандаш может работать очень-очень на мягкой тональности И на светлой, и на темной Они очень хороши, универсальны Прекрасно ложатся на бумагу И вы получите просто наслаждение, работая с ними А у меня, друзья, конечно же, есть такая небольшая задумка Записать осенний мини-курс именно вот этими карандашами Только пейзажи Они уже готовы и ждут уже, наверное, года три, наверное Именно пастельные карандаши Пастельные карандаши Нравится ли вам, как ими интересно работать Да, ну это такой вот сегодня небольшой эфирчик, друзья Спонтанный, потому что мы пошли в магазин и купили пастельные карандаши И решили показать их применение, можно сказать, на скорую руку А так мы вас ждем на подробный бесплатный вебинар Где будем рисовать с вами композицию с махровыми тельпанами И там будет она более проработана У нас показаны различные приемы, способы работы с графикой И ждем вас подписаться Записаться можно, если смотрите нас на канале YouTube В описании к видео трансляции Есть ссылка на регистрацию Там есть ссылки на наше сообщество Точно записался, регистрируйтесь Получайте урок один в подарок уже в записи Там по материалам урок и небольшой сюжет для тренировки Простой самый сюжет Вот и ждем вас на вебинаре В нашем 28 числа Да, 28 марта Приглашаю вас, друзья Мы с вами окунемся вместе в интересную графику Да, графика может быть разная Смотрите, можно и туда цветными карандашами Это у нас курс фрукты, да, в графике А есть у нас и кофе с чаем Очень красивые сюжеты Вот там я буду записывать тоже Мы, может быть, еще выйдем в эфир Покажем небольшой сюжет Как с кофем рисовать Рисовать Так вот такие вот милые сюжеты Можно создавать простыми приемами Спасибо за внимание Всего вам доброго, друзья Спасибо 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 Спасибо